Это три встречи, которые предваряют большой праздник нашей ассоциации и когнитивно-поведенческой психотерапии в целом. К нам приезжает в апреле месяце, в конце апреля, руководитель, президент Канадской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Кейт Добсон. И он будет проводить семинар, посвященный терапии депрессии, в первую очередь, конечно, когнитивно-поведенческой терапии депрессии. Можно ли будет получить ссылку, Ольга спрашивает, ссылку на что? На участие в вебинаре или на запись? Мы обсудим потом с остальными выдущими вопрос распространения записи этого вебинара. Поэтому сейчас этот вопрос открытый, но мы обязательно оповестим о нем всех участников этого вебинара. Сейчас техническая часть небольшая. Спасибо. Спасибо, Ольга. Пару моментов я еще скажу. Я попрошу всех выключать звук, если кто будет за звуком, и мне придется, что у вас включить их в комнату, потому что если не смогут выключить звук, то вы не решаете. Да, вот Максим как раз подключился. Он предлагает как раз более организованно подойти. Нас достаточно много сегодня. Поэтому мы предлагаем в отношении уже качества нашего общения, чтобы было слышно нам друг друга, посторонние звуки отключить по возможностям. Некоторые звуки принудительно отключать. Вот звуки, которые принудительно можно отключить, я отключаю, но не все можно отключить. Поэтому придется это решать по-другому. Какое-то здесь происходит. Итак, 26 и 27 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить форум. Это такое первое мероприятие в расширенном составе. Это проведение нашего съезда Ассоциации Комиссионно-Поведенческой Психотерапии. И одновременно такая площадка для встречи. Встречи тех, кто занимается Комиссионно-Поведенческой Психотерапией, интересуются ею. То есть такое большое объединение сразу нескольких мероприятий. Будет несколько таких международных спикеров. В частности, Кейт Добсона, которым я уже упомянул, с семинаром по прагнитивно-поведенческой терапии и депрессии. И Хмель Фузбург. Это президент Международной Ассоциации прагнитивно-поведенческой терапии. Коллеги, у кого звук сейчас идет, просьба все-таки отключить микрофон. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. На мьюте ли у вас микрофон, потому что не всем мы можем принудительно отключить. Это в первую очередь касается владельцев айфонов, айпадов и прочих гаджетов корпорации Apple. Их принудительно мы отключить не можем, мы не слышим некоторые посторонние звуки. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены будем удалить тех участников, кто не отключил звук. Поэтому будьте внимательны к этой ситуации, иначе, увы, мы вынуждены будем принудительно тогда выключать из участия участников. Итак, на этом форуме выступит также президент Международной Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мехмед Сунгур. С прошлого года, с июня прошлого года, теперь он возглавляет эту Международную Ассоциацию. И его семинар будет посвящен когнитивно-поведенческой терапии сексуальных расстройств и терапии пар. Тоже очень интересный семинар. Но в первую очередь наши три вебинара будут такой прелюдией, неким интродьюсом, введением в семинар Кейта Добсона, очень известного, уважаемого спикера, профессора, специалиста, который в свое время возглавлял Академию когнитивно-поведенческой терапии. И вот те, кто видел англоязычное издание ведущего такого учебника по когнитивно-поведенческой терапии, когнитивная терапия Basic and Beyond, Джодин Бе, то там на первом месте стоит как раз его отзыв об этой книге, об этом учебнике. Поэтому Кейт Добсон – это такой мировой эксперт по когнитивной терапии и очень осведомленный, компетентный специалист именно по терапии депрессии. В Москве 4 мая Кейт Добсон будет проводить семинар однодневный, посвященный терапевтическим отношениям в когнитивно-поведенческом подходе. И это первый такой семинар в этом направлении, касающийся терапевтических отношений на постсоветском пространстве. Тоже приглашаем коллеги, потому что это будет очень интересный, насыщенный семинар. Итак, Санкт-Петербург 28 и 29 апреля и 4 мая в Москве. Если говорить уже о самой теме депрессии, конечно, сложно будет объять необъятное даже на протяжении одного-двухдневного семинара, но и тем более наши часовые встречи не претендуют на то, чтобы полноценно развернуть всю палитру возможностей сегодняшней когнитивно-поведенческой терапии. Но мы предпочли разбить ее на три составляющих. Первая составляющая – это такая классическая модель когнитивно-поведенческой терапии, которую развивали Бек и Элис. И следующий шаг – семинар, который будет проводить Максим Зрютин, схема терапии и ее успехи в терапии депрессии. И третий вебинар, который будет проводить Ольга Долганина, он будет посвящен метакогнитивной терапии. Кларк и Адриан Велс сейчас такой лидер этого направления, но в свое время с известным специалистом терапии тревожных расстройств, Дэвидом Кларком, они вместе создавали этот вид терапии. Но сегодня это уже большое количество лидеров в этом виде. И тоже очень интересный подход к терапии депрессии, о котором расскажет Ольга Долганина. Поэтому наша встреча сегодняшняя является просто введением, неким конспектом, может быть, изложением диагностики и терапии в классической модели. Но уже так называемая третья волна будет представлена схема терапии, метакогнитивной терапии. И обо всем этом можно будет более подробно насыщенно и из больших различных практик поговорить уже на семинаре Сильда Бобсона. То есть мы можем, как от эксперта, получить от него ведущий такой обзор самого современного подхода к терапии депрессии, когнитивно-поведенческому подходу терапии депрессии. Поэтому давайте начнем с некого обзора самой проблематики. По данным Всемирной организации здравоохранения, 350 миллионов как минимум страдает клинически выраженной достаточно тяжелой депрессией. И это на сегодняшний день уже стало основной причиной инвалидности. То есть такая известная фраза психиатров многих конференций уже на протяжении последнего десятилетия, как минимум, когда специалисты говорили о том, что депрессия станет такой ведущей причиной проведенных на больничном листе дней. Депрессия здесь выйдет на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. А инвалидностью она вот уже сейчас стала ведущей причиной еще досрочно до 2020 года. И, конечно, наиболее драматическим таким побочным эффектом, финалом некоторых вариантов депрессии является суицидальное поведение и, к сожалению, в том числе и завершенные суициды. Поэтому, конечно, эта проблема острая, требует безусловного и внимания, и качественного подхода к терапии. Поэтому наша задача посмотреть, чем психотерапия здесь может быть не просто полезна, а актуально полезна, насколько серьезно она может помочь таким расстройствам и где ее помощь является таким золотым стандартом, ведущим вариантом помощи. Вот такая схема, которая в последние уже 4-5 десятилетий доминирует в психиатрии, это схема Кирхольца. Известный психиатр, на основании работ которого большинство современных руководств и апеллирует к тому, что депрессия – это не одно какое-то состояние, а апеллирует к идее такого континуума, где на одной такой плоскости, полюсе этой плоскости мы имеем тяжелые поражения самой нервной ткани, мозга – это органические поражения мозга и в связи с этим органические депрессии, инволюционные депрессии, а на другой стороне спектра – это психогенные депрессии, так называемые в прошлом невротические, и посередине этого спектра есть большое количество эндогенных так называемых форм, там, где геном играет большую роль в развитии передачи такого заболевания. Поэтому при разных формах в этом континууме будет разное значение и разная роль психотерапии, в том числе и когнитивно-поведенческой, поскольку, понятно, при тяжелых поражениях уже нервной системы, тяжелых поражениях субстрата, мозга, психики, роль психотерапии будет редуцироваться и сокращаться по мере таких нарастающих прогрессирующих дефицитов. Но уже при эндогенной депрессии существует масса работ сегодня сравнительной эффективности терапии, и здесь психотерапия уже переходит из разряда поддерживающей к достаточно каузальной, которая отчасти влияет и на причины. И, конечно, уже наиболее тропной, наиболее влияющей на причины следственной связи психотерапия будет выступать в том разделе, который посвящен психогене, то есть внутриличностным конфликтам, межличностным конфликтам, стрессом и возом, который формируется в результате этих процессов. В этом отношении хочется упомянуть об одном эксперименте, который проводили психиатры Ботвинник и Коэн из Питтбургского университета и университета Корнеги-Милона. Этот эксперимент еще 1998 года. Ситуация, когда человек воспринимает свою руку в меньшей степени уже, чем некую резиновую руку, к которой он постепенно привыкает. В этом эксперименте его рука была за ширмой, а его такую искусственную руку, резиновую руку гладили кисточкой, которую параллельно гладили за ширмой уже кисточки, прикасающиеся к его настоящей руке. И возникал некий феномен, вот та иллюзия, которую бы хотелось упомянуть, когда человек, когда уже замахивались молотком на его руку, били по резиновой руке, то такой образ тела, я-концепция, распространяющаяся на уже резиновую руку, приводила к тому, что человек дергался. Понятно, что здесь эта я-концепция приводила к такому эффекту, когда эта иллюзия восприятия действовала настолько убедительно на человека. Но при этом, кроме этого эффекта, был еще один интересный момент, когда само ощущение, вот это изменение картины тела, как схемы тела, я-концепции, приводило еще к физиологическим реакциям, понижению температуры кожи на той руке, которая участвовала в эксперименте. То есть мы видим, что через восприятие действительности, через эти иллюзии, ошибки восприятия, меняется не только наше настроение, не только наши вот такие поведенческие эффекты, но и физиология. Поэтому депрессия – это пример в некоторых случаях, особенно в случае психогенной депрессии, некой иллюзии, которая поддерживается всей системой мышления человека на разных уровнях. И именно в этом убедился в свое время Арон Бек, большая часть работ в 60-х, которого были посвящены терапии депрессии. И как раз на основании работ о терапии депрессии Бек вывел свою концепцию когнитивно-поведенческого подхода в терапии, назвав первоначально эту терапию когнитивной. Сегодня институт Бека носит название уже когнитивно-поведенческий. Но первоначально основная идея Бека касалась когнитивной сферы. И вот эти ошибки, такие дисфункциональные мысли, на которые он обратил внимание, еще будучи психоаналитиком, легли в основу уже его собственной треки. Но возвращаясь к проблематике депрессии, мы сталкиваемся с тем, что многие факторы, которым ранее приписывали причину возникновения депрессии, это проблемы, касающиеся такого качества жизни, иногда таких критериев, как бедные или богатые страны, показали свою несостоятельность, что можно быть богатым, и, как известно, сериал «Богатые тоже плачут», все равно страдать депрессией. Поэтому большинство сравнительных исследований говорит о том, что этот показатель не является, по крайней мере, ведущим, за исключением двух полярных ситуаций, когда это уже бедность на грани выживания, когда нечего есть, когда нарушена безопасность, когда идет тяжелая физическая какая-то угроза или насилие в отношении человека, какая-то боль, в том числе физическая, травмы, в том числе физические или сексуальные насилия. И другая крайность, наоборот, крайнее богатство. Как ни удивительно, вот эти две полярные крайности, они приводят к тому, что уровень депрессии вот в этих полюсах выше. А так, в основном, статистика сравнима. Поэтому мы можем делать вывод о том, что на уровень депрессии влияет какой-то другой набор факторов. И здесь, конечно, в первую очередь биологические теории доминировали долгое время. Такие показатели, например, как прогрессивный рост депрессии в связи с такой формой биологического изменения человека, старения его. Вот на этом слайде мы можем увидеть, что после пенсии большинство, к сожалению, из нас может столкнуться с такой проблемой, как депрессия. Каждые 10 лет в 1,2 раза выше риск развития депрессии или впервые выявленной депрессии, впервые получить вот такой депрессивный эпизод. Мы рискуем с каждым годом все больше. И вы видите на этом слайде небольшой такой провал условный. Это студенческие годы. И вот здесь с психологической точки зрения есть ряд моделей. И вот одни из них как раз касаются такой когнитивной сферы. Они касаются некого представления, опять же, о себе и о концепции негативное отношение к себе. Как вы знаете, это такая часть когнитивной триады Бека. И вот здесь через это отношение к себе, отношение к окружающей действительности и будущему мы видим небольшое снижение даже по сравнению с предыдущим подростковым возрастом, с инейджерским таким возрастом, снижение процента депрессивных пациентов. Психологически оно в первую очередь связано с выходом за пределы рамок, давления, определенными требованиями, которые касались своей собственной семьи, неких правил этой семьи. И вот здесь, в этот период, человек получает такой глоток свободы перед тем, как перейдет в следующую возможную несвободу на работе, в других последующих отношениях и проблемах в этих отношениях. Поэтому этот светлый промежуток как раз и показывает, что здесь не столько биологией является определяющей, сколько психологические факторы. Ну, это одна из всего лишь трактовок и моделей, безусловно, но она позволяет нам увидеть проблему через определенную теорию, в том числе вот такую роль когнитивных факторов. В основном статистика депрессии говорит о том, что это очень распространенное явление по всему миру, большинство людей, к сожалению, подвержено. Каждый 14-й житель Земли страдает таким расстройством, уже клинически выраженным. Но вот в некоторых случаях на обзорных таких представленных картах мира, где данные о депрессии раскрашены в различные цвета, мы видим то, что Дизраэль напоминал нам о трех видах лжи. Дизраэль говорил в свое время, что есть ложь, грандиозная ложь и статистика. Потому что здесь мы видим, что Соединенные Штаты – самая депрессивная страна в мире, по данным ВОЗ. Но уже завершенные суициды говорят о том, что, да, действительно, депрессия очень выражена в Соединенных Штатах. Но есть страны, где вот такие печальные данные о завершенных суицидах говорят о том, что просто не все, может быть, страны достаточно тщательно собирают данные о выраженности депрессии популяции в данном регионе. И поэтому уже такие косвенные данные говорят о том, что депрессия все-таки выраженно представлена. Вот, например, наша соседка Финляндия. И в данных о завершенных суицидах, и в данных о выраженности депрессии здесь есть четкая корреляция. Поэтому мы можем по косвенным данным судить о том, что во многих странах, где недостаточно, исследования говорят о выраженности депрессии, она все-таки представлена. Конечно, ее уровень может снижаться, так же, как и уровень суицидов. Что, например, происходило в Норвегии, Швеции, Дании за счет очень мощных антисуицидальных программ. За последние 30-40 лет этим странам удалось выйти из десятки стран-лидеров по количеству суицидов на душу населения в страны уже со средним уровнем. И есть вот такие страны, окрашенные белым цветом, где просто данные с точки зрения ВОЗ невалидны. Поэтому они не очень достоверны и таким образом выпадают из статистики ВОЗ. Можно внимание, минуточку, Дмитрий, слайдов нету, слайдов не видно. Да, пропали слайды? Да, их не было. А, вообще не было? Ни одного? Нет. Да, это, конечно, Максим, спасибо, что сказали. Жаль, что так поздно. Хорошо, я постараюсь что-то сделать. Вот еще раз войду-выйду через расшаренный экран. Так. Вот. Сейчас они появились? Да, появились. Сейчас видно слайды? Угу. Точно, Максим, видно? Да, видно. Коллеги, остальным видно? Пару человек, если можете, черкните. Да, видно. Ага, отлично. Ну, вот картинка с иллюзией резиновой руки. К сожалению, вот мне пришлось ее, видимо, для вас создавать в виде иллюзии. Ну, эта картинка тоже как раз об иллюзии, поэтому это все в тему. Такой звуковой иллюзии мне пришлось передавать. Спасибо за доверие в этом отношении. Но в следующий раз сигнальте, если что-то пропадает. Вот эпидемиология, касающаяся распространенности депрессии и выраженность уже депрессии в связи с возрастом. С каждым десятилетием у нас такая проблема появления депрессивных симптомов, расстройств, она растет. И вот на этом слайде видно, что уже с пенсионного возраста больше половины, к сожалению, населения страдает выраженной депрессией. И вот это был слайд, касающийся распространенности депрессии у нас на планете и выраженности суицидального риска. Критерии депрессивного эпизода, критерии самой депрессии достаточно хорошо знакомы. Это сниженное настроение, гипотемия, ангидония, снижение удовлетворения, удовольствия от того, что ранее ее приносило, энергия и диатурная и моторная заторможенность. И к факультативным уже дополнительным симптомам относятся когнитивные такие дефициты, трудности сосредоточения внимания, снижение самооценки, идеи виновности, самовыщижения, пессимистичное введение будущего и различные такие нарушения, диссомния, нарушение сна и нарушение аппетита. Самые разные существуют типологии. Но вот это пример тех пациентов, которые чаще всего попадают на прием к психотерапевту. И здесь вот такие куски этой пиццы, конечно, неоднозначные по своему процентному составу, эндогенные пациенты будут чаще у тех, кто работает в диспансере, но в целом на приеме их число будет все-таки ограничено. Ну, разные исследователи говорят о выраженности эндогенных депрессий в популяции в 2%, в 3-4%, но все-таки это небольшой процент по сравнению с тем, что сегодня говорят о лавине депрессии. В начале 20 века говорили о том, что всего лишь 15% популяции, точнее 15 сотых процентов популяции страдает депрессией. К середине 20 века уже об одном 5% шла речь, к 80-м годам 10%, к миллениуму уже до 20, и сейчас четверть населения страдает депрессией. Расширились рамки. Теперь диагностика депрессии включает в себя и так называемую атипичную депрессию с нетипичной такой клинической картиной, где соматические, например, эквиваленты депрессии стали трактоваться уже как депрессия просто с нетипичным течением. Поэтому мы можем встретить очень много форм, которые относятся к депрессии, поэтому такая лавина, конечно, не связана с изменением генома. Он вряд ли так поменялся сильно, потому что мы не видим это по другим анатомическим изменениям или другим заболеваниям. Такой бешеный рост связанных с генетикой расстройства болезней. Поэтому в основном это улучшение самих критериев диагностики. И обращаемость людей тоже возросла, поскольку обращения стали связаны с качеством жизни. Появилась возможность уже заниматься своим качеством жизни. И эта возможность теперь медициной поддерживается. и отсюда большая обращаемость дала больший процент представленности в популяции депрессивных расстройствах. И здесь также мы имеем дело, конечно, с наиболее выраженным процентом таких проблем, связанных с внутриличностными конфликтами, межличностными, стрессом, ПТСР и уже такими соматическими причинами, которые формируют органические нарушения, которые также могут быть связаны и с гормональным фоном, и с соматическими заболеваниями, и с поражением уже самой ткани, органическими заболеваниями мозга, такими как сосудистые заболевания, например, распространенный атеросклероз, атрофическими заболеваниями, болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, поздние стадии болезни Паркинсона, доброкачественные и злокачественные опухоли и злоупотребление психоактивными веществами. Вы знаете, у наркоманов есть даже такой термин «кокаиновая грусть», но и при алкогольных эксцессах, и в стадии абстиненции, и в последующий период может формироваться такая выраженная депрессивная симптоматика. Поэтому любые злоупотребления психоактивными веществами на определенном этапе приводят и к органическим поражениям мозга, и одновременно к развитию симптомов депрессии, помимо этих органических заболеваний и проблем и расстройств. За счет маскированных форм депрессии или скрытых, ларвированных депрессивных эквивалентов, то есть атипичных вариантов в течение депрессии, мы можем говорить о изменении процента выраженности в популяции, потому что, видите, и алгические формы соматические, и вегетативные различные нарушения, и нарушение биологического ритма, как бессонница, так и гиперсомния, какие-то психопатологические расстройства и даже поведенческие теперь относятся к таким формам депрессивных эквивалентов, формам проявления депрессии. Ну и почему так важно заниматься терапией депрессии? Помимо угрозы суицидальных рисков, повышенных, завершенных суицидов, помимо злоупотребления психоактивными веществами, депрессия также влияет и на соматическое здоровье. То есть в прямом смысле уже не только качество жизни, но и сама жизнь зависит от коморбидности с такими аффективными расстройствами, как депрессия. На этом слайде, этот слайд из той же программы, которую организовывала компания «Сервье» в 2003 году, многотысячное такое исследование, очень много пациентов в соматических стационарах исследовалось, и выяснилось, что для пациентов коморбидных, например, инфаркта миокарда и депрессии, смертность была в 4 раза выше, чем у пациентов без депрессии с тем же инфарктом миокарда. Вот здесь представлены первые 6 месяцев выживаемости, и, увы, смертность таких пациентов приходила к таким критическим цифрам. То есть в 4 раза выше шанса умереть, если депрессия вне терапии приходилась на вот такую соматическую патологию, как инфаркт. То же самое, похожие цифры чуть меньше при инсульте. Поживаемость ниже, сопротивляемость организма ниже, репарационные процессы происходят хуже. Вот те драматические моменты, которые касаются депрессии. Поэтому значимость, конечно, этого заболевания очень высокая, и терапия, конечно, представляется наиболее актуальной для населения. При этом одновременно мы имеем некие сложности до сих пор с ее верификацией, уточнением, диагностикой. По-прежнему нейровизоляционные методы выявления специфических биомаркеров являются такой острой проблемой. По-прежнему многие эксперименты расширяют наше представление о возможностях диагностики, но пока не доказали своей полноценной клинической и биологически обусловленной природы. То есть определенные виды диагностики мы можем использовать, но, увы, то, что хотелось бы иметь, четкие биологические предикторы развития депрессии, четкие доказательства, какая это депрессия эндогенная, какой вариант депрессии в данном случае есть у пациента. Пока вот таких качественных вариантов диагностики мы не можем получить. Есть только косвенные данные, ну, например, много работ посвящено росту гомоцистеина, который коррелирует с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что депрессия способствует их развитию и артериальной гипертензии, и ишемической болезни сердца, и поражения сосудов. Поэтому вот роль гомоцистеина до сих пор под вопросом, но он как один из примеров того, что биомаркером может выступать как для повреждения сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний, так и, возможно, для развития депрессии еще в доклинической стадии. Это просто как пример пока текущих рабочих моделей возможного будущего отдаленного, когда мы будем знать о том, какой тип депрессии есть у нашего пациента по таким специфическим биомаркерам. Но все равно ведущим для нас, особенно психотерапевтов, является клиника «Психологический метод», где мы пытаемся исследовать такие психологические, психогенные причины развития депрессии. И вот уже на основании выявленных причин, на основании клиники, на основании течения депрессии, есть целый ряд различных алгоритмов. Один из них – это алгоритм под названием NICE, протокол NICE, такого национального института здоровья и так называемого клинического совершенствования. Вот по рекомендациям ВОЗ и по рекомендациям этого института при легкой депрессии золотым стандартом считается когнитивно-поведенческая терапия. При депрессии умеренной степени, то это выбор уже врача, фармакотерапия и на выбор клиента, возможно, замена фармакотерапии и когнитивно-поведенческой терапии. При депрессии уже выраженной степени тяжести предлагают использовать сочетание терапии антидепрессантами и ту же КПТ. Вот она по-прежнему рассматривается как золотой стандарт, но при выраженных симптомах антидепрессанты назначаются совместно с психотерапией. При фармакорезистентной депрессии, когда терапия антидепрессантами не дает выраженного успеха, предлагается добавлять когнитивно-поведенческую терапию, если она не использовалась ранее. И при хронической депрессии, рекуррентных ее формах предлагается КПТ наряду с антидепрессантами. Также и для детей и подростков, там, где мало показаний для фармакотерапии, нет таких жестких критериев, по которым она назначается, то преимущество отводится КПТ и интерперсональной или семейной психотерапии. Вот эти преимущества КПТ последние уже 40 лет ВОЗ в своих рекомендациях описывает. Но все более подводя сегодня страховые компании, сегодня организаторов здравоохранения к тому, что это наиболее оптимальный путь терапии и с экономической точки зрения, и с точки зрения доказанной клинической эффективности, это не умаляет достоинств других вариантов психотерапии, но тем не менее говорит о такой понятной, четкой алгоритмизированной форме, как когнитивно-поведенческий подход. За счет чего достигается такая эффективность? Ну, в первую очередь, за счет более глубокой диагностики с психологической точки зрения. И здесь, наряду с такой классической триадой Крепелина, описанной им еще в конце 19-го, начале 20-го века, когнитивная триада Бека еще с 70-х годов стала таким же классическим вариантом триады для психиатров Соединенных Штатов, Западной Европы и, пожалуй, всего мира теперь, поскольку описывают ключевые моменты, касающиеся депрессии. С точки зрения Бека это дисфункциональные отношения, и в данном случае такой уже практикой ориентированной концептуализации является распределение этого дисфункционального отношения на себя, а я-концепцию пациента воспринимает себя ущербным, неадекватным, дефективным или обделенным какими-то качественными свойствами и тому подобными вещами. И поэтому свои какие-то проблемы, неудачи он склонен трактовать через эту специфическую когнитивную конструкцию, я-концепцию, отношение к себе. Также есть такая же негативная специфика в его отношении к текущей окружающей действительности и текущему опыту. Пациент предполагает, что мир достаточно плох, по-разному он его трактует, но находит в нем как через призму своего вот такого фильтра этой гогнитивной конструкции подтверждение, насколько мир плох, насколько ему тяжело в этом мире, насколько мир чинит ему такие препятствия непреодолимые или труднопреодолимые на пути достижения его жизненных целей. Поэтому негативная я-концепция добавляет и катализирует вот такое негативное отношение к окружающей действительности, и они коррелируют как сообщающие сосуды. И уже логичным становится прогноз, проекция в будущее. Отношение к будущему воспринимается клиентом через призму его отношения к настоящему, отношения к себе. Если я плох, мир плох, то и будущее мое — это череда страданий, которое неизбежно приведет к какому-то драматическому печальному финалу. Поэтому с точки зрения Бека вот такая беспомощность, такая безысходность формирует отношение к будущему как крайне тягостное, негативное. И симптомы уже в культативные суицидальные становятся более понятными. Зачем в кавычках тянуть резину, зачем оттягивать вот этот ужас, делать его ужасом без конца. Что лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца. Поэтому человек может приходить, к сожалению, вот к такому решению выйти из игры. Такой вариант прекращения этой цепочки страданий, которую он ожидает в будущем, через такое лишение себя жизни. Секунду, в чате какой-то. Да, для тех, кто не поместился в комнате, есть ссылка. Просим извинить за наши технические проблемы. Просто количество участников чуть больше, чем то, на которое мы рассчитывали. Поэтому нам приходится здесь комбинировать несколько возможных источников трансляции. Спасибо огромное за ваш интерес. Мы постараемся его удовлетворить и учтем его в следующих уже наших вебинарах. Тот, который будет по схемотерапии и метакогнитивной терапии. Вебинар Максима Завютина и Ольги Долгани. И вот мы подходим к некой концептуализации, такой практикоориентированной. Есть концептуализации, касающиеся вот такой теории к металлопедического подхода. Ну, на примере депрессии мы можем посмотреть циклы, в которые попадает пациент. Циклы, которые значимо влияют на клинику, ее развитие, на этиопатогенез. В основе, как фундаменте, лежит вот это дисфункциональное отношение, которое зиждется на интерпретации своего жизненного опыта. То есть на своих каких-то глубинных убеждениях, которые формируют вот эту негативную когнитивную триаду. И мы сталкиваемся с тем, что вот эти суждения от слова «суд», такие жесткие оценочные суждения нашего клиента, они тесно коррелируют с его системой убеждений и того, что еще в 70-х, в начале 70-х, Бек назвал термином «схема». И уже Джеффри Янг развил вот эту идею, концепцию сначала в сотрудничестве с Аарон Беком в его институте в Филадельфии и в последующем уже самостоятельном виде так называемой «схемотерапии», о которой речь пойдет как раз в нашем следующем вебинаре. Вот эти убеждения формируют клинические симптомы депрессии, которые, конечно, тягостно воспринимаются нашим клиентам, и он пытается как-то с ними справиться, как-то от них защититься, каким-то образом совладать с ними. И вот здесь мы имеем дело с так называемыми компенсаторными стратегиями. Это различные формы и когнитивные, и поведенческие, и эмотивные. В первую очередь, это стратегии избегания, стратегии, которые могут выглядеть такими симптомами, руминациями. Руминации – это мысленная жвачка, которую клиент регулярно пытается как бы прожевывать, пережевывать в своей голове. Это такая поисковая активность, попытка найти причину своего состояния, найти решение. Но в данном случае наш клиент, к сожалению, пытается искать не там, где потерял, как в поговорке, а там, где светло. То есть попытка найти в каких-то жизненных ситуациях отгадки, ответы, почему же мне так плохо, и попытка решить что-то в прошлом. И это приводит к застреванию в прошлом. Это приводит к снижению активности пациента, к его такой безинициативности, которая и приводит уже к ангидонии. Человек отказывается от контакта с окружающей действительностью, воспринимая как жизненную задачу центральную найти отгадки вот в этом прошлом, в котором он видит причину того, что происходит с ним в настоящем, и, возможно, вот так драматически повлияет на его будущее. Поэтому целый ряд его, так называемых, установок, убеждений, таких как, например, перфекционизм, с одной стороны, является уже изначально причиной его депрессии, жесткие требования к себе, долженствование, но одновременно и компенсаторной стратегией. Я буду стараться быть идеальным, чтобы уже точно не было негативных оценок в мой адрес, чтобы я не попал в те неприятности, с которыми столкнулся. Но это становится замкнутым кругом. Это стремление понравиться всем, произвести хорошее впечатление, чтобы подстраховать себя от новых неприятных переживаний, чаще всего блокирует поведение человека, и перфекционизм превращается в прокрастинацию. Человек готов забивать себя какими-то незначимыми делами, как бы ими отгораживаясь от значимых, которые он боится реализовывать, потому что очень жесткие требования к себе, очень жесткие посылы такие, каким ты должен быть, приведут к тому, что тревожно и страшно браться за важное дело, потому что оно может быть сделано не идеально, а это будет катастрофой с точки зрения депрессивного пациента, часть тревожных симптомов которого и обусловлена его такой катастрофической интерпретацией будущего, тревожными прогнозами, ожиданиями и фантазиями на тему этого будущего, в том числе и вот такими жесткими провалами, эпик фейлами такими, где его стандарты, очень жесткие требования к себе, в том числе такие перфекционистские, будут, конечно, продумываться, что я провалюсь, это мое действие будет оценено очень критично, негативно, и лучше такого опыта не переживать, поэтому прокрастинация, откладывание дела на потом является примером, как человек пытается подстраховаться. Его депрессия превращается в замкнутый круг, потому что он бездействует, не получает подкрепления от жизни, получает, наоборот, выученную беспомощность, привычки отказываться, привычки блокировать, и вот такой шутливый слоган перфекционистов, что лучше идеально и никогда, чем сразу и как-то. Поэтому целый ряд других еще стратегий, ну, например, стратегии избегания, могут быть и поведенческими, могут быть и связаны с теми же психоактивными веществами, как избавиться от переживаний за сегодняшний день. С утра выпил, весь день свободен. И, соответственно, глушить свои симптомы психоактивными веществами, алкоголем, иногда даже наркотиками, подразделяя их сначала на легкие и какие-то тяжелые, но потом понарастающие, потому что иногда легких уже не хватает для того, чтобы компенсировать все те переживания и мрачные прогнозы, которые приводят человека к такому состоянию. В итоге даже суицидальность может стать компенсатором. То есть это такая попытка облегчить свое состояние даже путем выхода из жизни. Поэтому симптомы депрессии, несмотря на все старания человека, будут только нарастать. И тогда когнитивная сфера, перерабатывая вот этот опыт, будет давать некий негативный окрас этого опыта. То есть что я не делаю, как рыба, об лед бьюсь, ничего не помогает мне выйти из депрессии, ничего не помогает мне справиться. Даже какие-то попытки, не знаю, экстремальными видами спорта, глоток воздуха такой сделать, когда адреналин помогает переключиться с одной проблемы на другую. Когда вы, например, спускаетесь с горы на лыжах, вам, скорее всего, придется бороться за выживание и тогда отвлекаться от ваших грустных мыслей, переключаясь на текущую действительность. На какое-то время это может компенсировать состояние, отвлекать, переключать, а потом даже это перестает помогать или нужна уже эскалация, усиление риска, который, увы, часто приводит к таким вроде бы несчастным случаям, но с точки зрения современной суицидологии, к сожалению, вот к таким латентным суицидам или такой хронической формы самоубийств, которые описаны были целым рядом авторов еще в начале и середине 20 века. Вот эти симптомы депрессии такими маяками выступают для нашего клиента и все больше отягчают его перспективу будущего. Поэтому чувство безысходности является больше такой когнитивной составляющей, приводящей к переживаниям печали, уныния, тоски, характерные для депрессии. Потому что безвыходность того состояния, в котором пребывает наш клиент, это некая оценка, безнадежность, катастрофизация, это все одновременно и убеждения, и те мысли, которые прокручиваются в голове нашего клиента и приводят к его все более негативной интерпретации уже текущего опыта. Что подкрепляет, индуцирует и катализирует вот эту негативную триаду депрессии? Что приводит, увы, к ситуации замкнутого круга все более как штопор, ввергающий человека в клинику и симптоматику когнитивно-поведенческой, такой проблемы, триады, которую когнитивно-поведенческая терапия рассматривает через призму модели депрессии, описанные Беком еще в 60-х годах. Вот книжка Бека 1967 года говорит о том, что симптомы депрессии, которые Бек рассмотрел очень тщательно, это и поведенческие, и мотивационные, и аффективные, и когнитивные, и соматические. Вот в прошлом году Артур Фриман, который к нам приезжал, говорил, что вот эта книжка 1967 года по депрессии Бека, его настольная, потому что она наиболее точно и качественно описывает таких пациентов с депрессией. Бек подошел к ним с колоссальным усилием, очень мотивированно, и тысячи пациентов прошли через его руки за это десятилетие, и он дал очень подробное описание и феноменологии, и клиники, и, главное, вот этих причин и следственных связей. Он показывал, как негативные автоматические мысли способствуют проявлению в клинике уже депрессии у этих пациентов различного рода аффектов, нарушения мотивации, поведенческой такой специфики, когнитивным искажением и соматическим проявлением, соматическим эквивалентом. И вот Бек уже тогда начал связывать это с ранним опытом детским, который характеризовал как предтечу некую. То есть мы знаем и в психоанализе такое известное отношение к детству, и слова Януша Корчика, что все мы родом из детства. Поэтому, конечно, во многом тогда еще закладывались основы схем, основы наших глубинных убеждений. И вот закономерно встает вопрос, который Ольга подчеркнула в чате, не страдал ли Бек сам депрессией, насколько он был с ней знаком. Да, это наиболее частый вопрос, с чего же Бек схватился за депрессию. Но те или иные симптомы испорченного настроения, они встречаются в жизни каждого, так же, как и тревожные. Нельзя сказать, что у Бека была какая-то клиническая депрессия. Часть говорила о том, что он пытался так помочь своей матери. Но в личном общении могу сказать, что это был клинический интерес Бека, потому что он столкнулся с проблемой трактовок. Психоаналитическая модель его в корне не устраивала, и он открыл для себя в беседе с клиентами через апелляции к их сознательным процессам, что есть еще другие ключи доступа. И вот депрессия показалась ему наиболее такой загадочной и удивительной формой, как же человек создает такие тупики, как он впадает вот в эти иллюзии. И вот современные эксперименты, современные данные нейросайенс как раз и показывают, что мы склонны к этим иллюзиям, поэтому я начал с этого эксперимента с резиновой рукой, как мы порождаем наше представление о мире, как мы порождаем наше представление о себе как части этого мира. И вот это наиболее ярко заинтересовало Бека, потому что, будучи психиатром, он сталкивался в первую очередь в статистике больше всего с депрессивными пациентами, и его удивляло, как же это происходит, действительно ли это так биологически обусловлено, и биологическая предиспозиция здесь есть. И он столкнулся с тем, что многие его сеансы помогали людям справиться, и он пытался найти, в чем же здесь специфика, что помогает этим людям, а главное, что загоняет их в депрессию. Поэтому в данном случае этот такой вариант надежды на будущее двигал Беком в большей степени, чем его личная симптоматика. Потому что он связывал большие надежды, и они полностью, на мой взгляд, реализовались. Он пытался понять человека, понять через такие поломки, где Бек больше видел поломки психологические, чем физические. И он уже тогда, как ни удивительно, сделал вывод о том, что качество жизни, в том числе его собственное, напрямую зависит с тем, чтобы разобраться в этих механизмах и использовать их во благо, а не во вред. Уже тогда Бек представлял, что мы сами кузнецы своего счастья и несчастья. И, в общем, кузнечить мы можем с одинаковым успехом и то, и другое, и бюджет, в принципе, и того, и другого достаточно сравнимый и похожий. Поэтому Бек сегодня в 96,5 лет пример, как можно активно встретить старость и вот такое активное долголетие с активным подходом к даже текущему достаточно уже серьезному возрасту. И вот то качество функционирования, о котором я неоднократно рассказываю на разных семинарах, насколько интеллект Бека, насколько его память, внимание, реакция потрясает очень многих людей, потому что он помнит такие вещи, о которых многие из нас забывают через короткое время, потому что при общении с Беком он вспоминает такие вещи из вашего предыдущего общения, что это кажется каким-то фокусом или трюком. Но таков уровень функционирования Бека. И вот в работе с депрессивными пациентами его больше всего мотивировало это. он видел в этом колоссальную возможность, поэтому он был фантастическим энтузиастом своего дела, и вот Артур Фриман это подчеркивал. У Бека горели глаза, и причем радостью, несмотря на то, что он общался с очень пессимистично настроенными людьми, некоторые из которых были его коллегами, которые пессимистично рассматривали возможность повлиять как-то на депрессию и вообще на психику и психологию человека с помощью такой разговорной терапии, с помощью апелляции к сознанию. То есть либо биология, либо какая-то вот такая скрытая в глубинах психики непонятная психология. Поэтому колоссальная заслуга Бека является попытка его верифицировать, уточнить эти механизмы. И вот та метапозиция, которую он начал предлагать еще в 60-х, чтобы мы вышли из потока нашего типичного шаблонного и часто дисфункционального мышления посмотрели на него со стороны. Вот это дало результаты и уже концептуализация Джудит Бек пример того, насколько качественно сегодня этот подход проработан в когнитивно-поведенческой терапии. Что есть уже готовая, понятная, прозрачная, четкая технология работы и с депрессивными пациентами, и уже с очень большим кругом других расстройств. Помимо тревожных, помимо аддикций, зависимости, чуть ли не большая часть МКБ сегодня так или иначе связана с этой формой терапии, которая показывает при этих расстройствах либо значительные успехи, либо серьезный прогресс, достигнутый за последние годы. В чем специфика диагностики депрессивных пациентов? мы можем помочь помочь не только себе, но и им увидеть специфику своего мышления через анализ, такой когнитивный анализ, анализ здесь и сейчас, на примере ситуаций, которые приносят нам в своем материале, излагаемом на приеме, наш пациент. И мы можем обратить его внимание на специфику этих ситуаций, где мышление, часто имплицитное, скрытое, играет свою важную, а иногда ключевую роль в тех симптомах эмоциональных, физиологических, поведенческих, которые на выходе получает наш пациент. Он чаще всего замечает либо сами ситуации, что произошло снаружи, как повели себя люди, что происходило, либо уже в последствиях своих эмоциональных, физиологических и поведенческих. И мы предлагаем ему обратить внимание на значение той оценки, тех предположений, тех ожиданий, которые он вкладывает в эти ситуации, проецирует на них, часто не замечая этих проекций, не замечая, что у него реальность становится такой, современным языком говорят, дополненной реальностью, где вот эти представления, начиная от чтения мыслей других, как они тебя осуждают, заканчивая вот такими катастрофическими сценариями, картинами, приводят к этим всем сложным, ярким и очень выраженным симптомам. И вот тесная связь значения этих автоматических мыслей и предшествующего опыта, сформировавшего глубинное убеждение на их почве определенную систему правил и вот эти компенсаторные механизмы и становятся мишенями, четкими, достаточно алгоритмизированно добываемыми в ходе концептуализации, в ходе работы вот такой аналитической с нашими пациентами. На этой основе мы можем вывести некие даже холистические принципы в КПТ, что помимо линейного такого анализа мы можем приходить к анализу уже холистическому, мы можем увидеть, что все связано со всем, что уже в последующем аффекты влияют и на мышление, суженное такое восприятие нашего депрессивного пациента, так же, как в ситуации гнева, когда мы видим только объект, вызвавший наше недовольство, когда аффект создает такие ловушки восприятия, туннельное восприятие и туннельное мышление. Поэтому туннельное мышление есть и у наших депрессивных пациентов. Поэтому эти мишени говорят и уже о плане терапии, с чем мы будем иметь дело? С поведенческой активацией в отношении поведенческих симптомов, с работой сферы, но и, конечно, с целой серией влияний на когнитивную сферу, целой серией диспутов, на примере сократовского диалога, как стиля ведения этих диспутов и как самостоятельной техники, прояснение мотивов, прояснение убеждений с помощью техники падающей стрелы и десятки других техник, о которых вы уже знаете, которые складываются в определенные алгоритмы практической работы с такими пациентами. Вот пример такого алгоритма, который в свое время приводил, к сожалению, уже покойный Вестбрух, руководивший Оксфордским Центром Когнитивной Терапии, где мы видим динамическую модель депрессии, практикоориентированную концептуализацию, где вот эта негативная триада БЭКа за счет симптомов сталкивается с неудачными попытками их редукции у большинства пациентов. Вот такие коппинги не всегда эффективные, компенсаторные стратегии, которые не дают изменений к лучшему, усиливают чувство безысходности, еще более подавленное настроение мы видим у клиента, сокращение его активности, ангидония и негативная я-концепция. На основании вот таких функциональных моделей или той модели, которую мы обсуждаем только что у Джудитбек, формируется некий план терапии, последовательность шагов, этапов, влияние на каждый из блоков, на каждую часть вот такой клинической картины, такой скрытой части, касающейся когнитивной, аффективной поведенческой сферы, где мы целый ряд техник и технологий применяем и используем. Поэтому, конечно, сложно объять, необъятные за один час изложить и диагностику, и терапию, но поэтому приглашаем вас на такой интенсив, некую глубокую практику, где как раз будут приведены современные техники и технологии, касающиеся и классической модели, и третьей волны, и самых современных возможностей психотерапии в целом, и КПТ-частности, которые предложит вашему вниманию Кейт Добсон, эксперт мирового уровня, семинар которого будет проходить 28-29 апреля в Санкт-Петербурге. Следующий вебинар будет посвящен схемотерапией и виденью схемотерапией причин неких механизмов развития и поддержания депрессивных расстройств, и одновременно несколько слов будет сказано по возможности и о видении терапии, как схемотерапия работает с такими пациентами. Есть ли острые вопросы, уважаемые коллеги, поскольку время наше, к сожалению, стремительно подходит к концу. Это был такой интродюс, как я и предупреждал заранее, чтобы не было фрустрации, некого разочарования, что кто-то не успел выйти из депрессии за нашу сегодняшнюю встречу, кто-то не успел понять, как из нее выйти. Но это не конец, это только начало, наоборот, наших активных встреч, которые мы можем продолжить, если вас заинтересует такая форма общения. в Москве будет семинар, посвященный терапевтическим отношениям, он будет однодневной, запись семинара Кейта Добсона нам придется согласовать с самим спикером, будет ли он согласен на эту запись. Запись сегодняшнего вебинара, при желании мы сделаем какой-нибудь файл обмене, где можно будет ее посмотреть или скачать, но это наши экспериментальные формы. Если то, что было сегодня как-то легло вам на душу, было полезным чем-то, и вы захотите продолжения, мы будем рады продолжить, поскольку это такая экспериментальная модель, это такой вариант коллаборационизма, сотрудничества, как и в самом КПТ, поэтому наш с вами такой эмпирический коллаборационизм это совместные направляемые исследования и открытия, которые мы можем делать вот в таких экспериментальных формах взаимодействия через интернет, взаимодействия через чат, взаимодействия через наши письма, обсуждения в соцсетях. Современные технологии, современные технологии помогают нам быть ближе друг к другу, и мы бы хотели действительно чаще общаться и рассматривать разные формы, в том числе и ваше предложение, как бы это было интересно для вас, удобно и полезно. Поэтому надеюсь, что первый блин не был в коме, что в чем-то он был для вас полезен и интересен, и мы будем рады продолжить, и следующий вебинар, как я уже несколько раз подчеркнул, проведет Максим Зрютин, который сегодня был с нами, и он будет в таком же формате интерактивного общения, посвящен, он будет схемотерапии. Спасибо большое всем за теплые слова. Супервизии проходят в таком формате, они проходят для регионов некоторых. К этим супервизиям можно подключиться, но для этого необходимо подготовить кейсы. Если это интересно, пишите. У нас есть группа, посвященная супервизии, там есть расписание, есть расписание на официальном сайте КПТ, ассоциации нашей когнитивно-поведенческой терапии АКПП. Интервизии проходят ежемесячно, их проводят и Максим, и Ольга, и я, и еще ряд специалистов. Так что мы предлагаем просто теперь расширять наши форматы. Сегодня такой небольшой интродюс, короткое общение, а через интервизию мы можем рассмотреть какие-то конкретные клинические кейсы, через супервизию уже углубленно рассмотреть эти кейсы. Спасибо вам большое за отзывы, спасибо большое за обратную связь, это вселяет в нас и надежду, и уверенность в том, что когнитивно-поведенческой психотерапии в России не просто быть, а что она у нас расцветает, и будем всячески этому способствовать и мы, и в том числе вот такими инновационными, экспериментальными и, надеюсь, интересными формами. Спасибо большое всем за участие, если возникли какие-то вопросы, пишите и мне лично в соцсетях, и на адрес ассоциации инфо банк association cbt.ru и вот будет 26 марта с нами, а Олига 4 апреля схема терапии депрессии и метакогнитивная терапия депрессии. До новых встреч, коллеги, будем рады всех видеть на нашем cbt-форуме и на всех мероприятиях, которые проходят у нас в 23 регионах, где проходят наши базовые курсы. Теперь это уже не только Российская Федерация, Эстония, Беларусь, Казахстан с этого года и даже Северный Китай. Мы поздравляем всех нас с тем, что Центральный Комитет Коммунистической Партии Китая одобрил среди 18 программ, которые он рассматривал, именно нашу. Не Института БЭКа по понятным политическим причинам, потому что Институт БЭКа ведущая, главная организация, не Института Элиса, не Европейской Ассоциации, не Немецкой Ассоциации, а именно Ассоциации Комитетно-Поведенческой Психотерапии. 50 тысяч китайских психологов Севера Китая ждут с нетерпением встречи с нашей программой, и мы надеемся налаживать дружбы народов, шелковый путь, и ждем делегацию уважаемых китайских коллег к нам 26 и 27 апреля. Все, кто учат китайский или хочет его изучить активнее, всем, кому интересен опыт китайских коллег, потому что приедут и профессора, и заведующие кафедрами, и руководители больниц психиатрических Севера Китая, с ними можно будет пообщаться, поделиться своими впечатлениями, и если будет интересно, мы расскажем о возможности потом посещения этих замечательных городов, таких как Харбин, Долянь, городов теперь уже 10-миллионников, как бы в России только и Москва 10-миллионник, по многим миллионникам уже идут наши программы, теперь они пошли по китайским 10-миллионникам, поэтому от души поздравляем всех нас и будем развиваться совместными усилиями, в том числе и такими большими китайскими шагами, ну, не скажу прыжками, это не в духе, КПТ, но по крайней мере последовательными серьезными шагами. И последний подарок, который мы для вас подготовили, сегодня подписана в печать книжка Джудит Бекк, базовый учебник Института Бека, по которому сегодня, вот в 18-м году, учатся наши коллеги в Филадельфии. Это подарок от Института Бека, лично от Джудит Бекк нашей ассоциации, и это подарок уже нашей ассоциации для всех не только членов нашей ассоциации, но и для всех, кого интересует когнитивно-поведенческая психотерапия. На следующий день я выложу в сеть обложку этой книжки, и уже на форуме, мы надеемся, будут первые подарки всем, кто приедет к нам в гости, ну и потом мы эти подарки повезем по городам и весям, безусловно. Спасибо большое еще раз, коллеги, ура, как говорится, и до новых встреч. До свидания. Всего доброго, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...